Всем привет! Как у вас дела? Как настроение? Надеюсь, что все хорошо. А если что-то не так, то не стоит по этому поводу расстраиваться. Это бессмысленное занятие. Время 12. Я недавно только пришла со спортзала. Сегодня сходила еще и в бассейне поплавала, что-то прям я увлеклась. Не хочу сегодня ничего особо делать. Хочется просто, знаете, как-то расслабиться и провести день спокойно. Единственное, что сейчас я пропылесошу быстренько. А потом уже буду встречать дочку со школы, заберу сына с садика. Все. Сегодня хочу уделить время себе. Себе любимой. Собираюсь в садик за ребенком. Вот так оделась. Джинсы, вот эти свои, которые я вам показывала. Что это? Ну, ботиночки, да, наверное, или что-нибудь. Не знаю, как назвать их. Вот такая вот у меня курточка черненькая. Сумочка моя. И шарфик. Сейчас стала пользоваться вот этими Amor Amor Absolue. Буквально один прыск, потому что они очень такие, знаете. Тут пришла в садик. Села, жду сына. Ну, на скамеечку на эту, где детки переодеваются. И свет еще не был включен. Ну, и сижу, жду. Сказала им, что я пришла. Они знают. Жду, пока сын оденется и ко мне выйдет. И заходит какая-то сотрудница тоже детского сада, воспитательница, наверное. Проходит мимо меня. А я прямо вот в закутке. Меня она не увидела. Открывает дверь и говорит, у вас тут так духами пахнет. Я сижу, я поняла, что это от меня. И вот достаточно даже, знаете, вот такой маленький вот прыск вот этих вот. Прям такие они едкие. Ну, приятный запах такой сладенький. Мне нравится. Нормально. Ну, вот видите, как вот прям иду на весь садик. Аромат. Все, побежала. Идем с садика. Ты в хорошее настроение идешь? Да. Да? Завтра будет у тебя концерт к Дню матери, да? Завтра идем на концерт в пять вечера. Да? Угу. Что, ты будешь стишок говорить? Угу. Хорошо. Будет концерт, посвященный Дню матери. Глеб будет выступать и рассказывать стихотворения. Что? Куда меня толкаешь? Куда я тебя толкаю? Никуда я тебя не толкаю. В грязь толкаю? Чистюля. На улице тепло сегодня, хорошо. Хочу накрасить ногти. Вот достала свою вот эту коробочку. Здесь у меня все лаки. У меня лаков достаточно много. Я периодически их тоже разбираю. Смотрю, какие-то вот уже подсохли, выбрасываю. Но, знаете, такие лаки все, ну, никакие не профессиональные, ничего обычные. Вот такие вот из улыбки радуги. У меня таких очень много различных цветов. Вот такие вот еще вот такие. Это что? Буржуа. Ну, в общем, все такое, знаете. Тоже вот, тоже такая же фирма. Это что? Ну, и ваш. В общем, обычные такие лаки. А вот, ну, с Эли Хансен. Нету таких, знаете, каких-то профессиональных или чего-то. Я чаще всего крашу ногти сама. Я много раз наращивала ногти и делала гель-лак. Но, знаете, стараюсь делать это редко. Потому что почему-то у меня как-то так вот реагируют руки. Когда я крашу, ой, делаю гель-лак, у меня потом, вот, знаете, вот у каждого пальца, вот в этих местах, такие вот, знаете, вот трескается кожа. Вот именно вот у ногтя, вот здесь вот, где кутикула вот. Начинается вот сюда идет. Трескается кожа. И вот прям вот это очень болезненно. И эти трещины такие глубокие. И вот каждый раз, когда я сделаю гель-лак, где бы я только ни делала, я в разных отделах салонов, и всегда одна и та же история. Только проходит неделя, ноготь начинает немного отрастать, все, начинаются эти трещины. И вот из-за того, что у меня так начинают болеть руки, мне так больно, все это щиплет, не дай бог вода попадает, или что-то вот кислое, соленое, там, бывает же, готовишь часто. Это жутко и вообще неудобно, жутко больно. И не знаю, почему. Я даже вот в салонах уже спрашиваю, говорю, почему вот такая история. Какие-то версии они мне нелепые там приводили. Может быть, аллергия у меня или что. Поэтому стараюсь делать пореже вот этот гель-лак. Вроде ногтевая пластина, конечно, еще портится, но вот я говорю, что из-за этих вот такие вот эти микротрещинки, даже они не микротрещинки, а такие, знаете, хорошие такие трещинки получаются, очень болезненные. Не делаю. Ну, к Новому году, я думаю, я сделаю, конечно, потому что вот поедем в Карелию, и там, не дай бог, этот лак там облупится, потому что они все вот эти лаки, конечно, держатся вообще не долго. Потому что я веду активный, помывочный дома образ жизни, да, то полы, то что-то там детейное постоянно там с водой возишься. И, конечно, ни один лак надолго не задерживается на ногтях, какой бы там он ни был, даже хороший. Поэтому туда мы поедем, конечно, я сделаю, чтобы там не заморачиваться. На море мы когда ездим, я тоже делаю. Так стараюсь, конечно, особо не экспериментировать с этим. Сейчас выберу какой-нибудь цвет, накрашу, покажу вам, что получилось. Ну, вот, смотрите, вот такой цвет я выбрала. Ну, такой, достаточно, в принципе, спокойный тон. Что-то прям захотелось, одела даже колечко свое. Вот это вот. Ну, все, разошлась. Маникюрчик, колечко. Вот появляется, когда свободная минутка, так хочется чего-то вот как-то себя украсить, чего-то женственного, маникюрчик, украшение. Как без этого? Как нам, женщинам, без этого прожить? Это же все нам доставляет удовольствие. Так что, вот, маникюр хожу, делаю, а именно вот покрытия нет сама в основном. Вот такой вот цвет. Но это ненадолго. Это завтрак вечера, его уже надо будет стирать и что-то другое наносить. Сейчас мы с вами сделаем масочку из кокосового масла. Вот такое у меня кокосовое масло, Flora Bio, это я покупала на море, ну, можно любой фирмы. Главное, чтобы оно было вот такое вот твердое, в твердом виде. То есть, когда масло при высокой температуре, оно становится жидким, а потом опять при комнатной температуре, видите, даже оно в твердом виде. Вот я ложечкой его сюда вытащила, сколько мне надо, и сейчас в микроволновочке я растоплю. Так, чтобы сделать кокосовую маску, я сначала расчесываю волосы. Расчесала и беру какую-нибудь обычную резинку, которую не жалко. Завязываю хвост повыше. И вот это беру свое растопленное маслице, буду наносить на волосы. По чуть-чуть. Прямо вот так вот беру, опускаю руку и намазываю. Теперь вторую. И так всю голову. Вот именно только, не всю голову, а именно хвост. Хвост. А потом я покажу, что будет дальше. Вот я сняла резинку. Весь хвост я намазала. И теперь я прочесываю волосы по всей длине. И то, что попадает у меня, рука все равно в масле. Я вот здесь еще прохожусь. Все лишним это не будет. И прочешем весь хвостик. Вот такой вот расческой с толстыми, широкими зубьями. Вот. Прочесываю все. Кокосовое масло, кто не пробовал, обязательно попробуйте. Оно настолько благотворно влияет на волосы. Это просто, я не знаю, это кладезь всего полезного для волос. Вот. Значит, расчесала. Кокосовое масло уже начинает у меня на волосах твердеть. У меня волосы, знаете, такие. Сначала оно жидкое, прямо на волосах оно начинает уже немножко как вот подзастывать. И я вот так вот заматываю. Беру крабик. И крабиком заколю. И буду ходить я так. Ну, часа два я буду ходить. Хотела сказать, почему я наношу только на хвост и не наношу на корни. Потому что, вы знаете, вот у меня волос сам по себе жирный, и это мне ни к чему. Мне нужно питать только длину. Здесь у меня все в порядке. У меня волос здесь неспорченный и склонный к жирности. Вот. Поэтому, если у вас склонны к жирности волосы, то ни в коем случае не наносите никакие масла на кожу головы. Иначе вы потом замучаетесь мыть эти волосы свои. Они у вас будут пачкаться уже с утра. Если помойте, то к вечеру уже будет голова совсем не свежая. Вот. Поэтому нам в основном нужно питать только длину. Ну что, мои хорошие, вот помыла я голову, высушила естественным путем. Волосы еще, знаете, даже немножко влажные такие. Но уже покажу сейчас, потому что потом будет некогда. Волосы очень мягкие. Ну и мягчайшие волосы. Очень хорошее у них состояние после кокосового масла. Вы знаете, кокосовое масло хорошо тем, что оно, видите, какой блеск, обволакивает каждый волосок. И оно не сразу смывается, да, вот такое дает защитную пленочку. И эта пленочка хорошо при вот термических обработках, да, при ветре, при всем при этом. При вот особенно в зимний период, когда солнышко светит, портит наши волосы. И оно вот у нас как защищает длительный период. Поэтому попробуйте. Смывается оно хорошо. Ну, два раза я мою волосы, но оно, в принципе, и с первого раза смывается. Купить можно где угодно. Конечно, лучше покупать на море где-то масло, потому что там оно стоит копейки, и оно там действительно качественное. Главное, покупать вот именно которое твердое такое. Не жидкое, а твердое. Вот. Это масло, сейчас я смотрела, даже в ленте я видела, такое синенькое парашют, она называется, продается такое. У меня тоже когда-то было. В общем, на iHerb везде можно заказать. Конечно, лучше масло брать подороже, оно более качественное. Если у вас кто-то ездит в Таиланд, заказывайте. Там этого масла куча. Так что вот, смотрите, ну, видите, да, какой вот блеск. И они такие, знаете, прям какие-то вот объемные, даже сами по себе. Без укладки, без всего, они вот хорошо очень лежат. Так что вот, пробуйте. Вам на заметку. Так, сегодня завариваю чай такой. Две ложечки. Даже, наверное, две с половиной, вот так, с горочкой. Наш чай с бергамотом. И сюда я добавляю облепиху нашу, которая у меня была в морозилочке. Будет очень вкусно и ароматно. Высыпаем сюда ягодки. Так. Вот такой сегодня будет ужин у детей и у меня. Что-то прям захотелось такого. У меня вот здесь квашеная капуста, маринованные огурчики и пюре. И две вот такие я сделала, специально маленькие, чтобы им было интересно. Ну, как котлетки, только я немножко их протушила. Чуть-чуть с томатом. Ну, типа тефтелек. Что-то прям нам такого захотелось. На самом деле, это очень вкусно. Простая еда, она очень вкусная иногда бывает. Когда уже надоедает, тут что-то какие-то, знаете, изыски, изыски. Сначала хочется их, а потом в итоге хочется простой еды. Как вот часто бывает, приезжаешь за границей, и вот так охота нашего этого борща, этой нашей котлеты. Все-таки русская еда для русских, конечно. Спасибо всем большое за то, что посмотрели это видео. Это очень круто. Я вас всех очень-очень люблю и рада, что у меня есть такие замечательные зрители. Надеюсь, что вам было интересно. Не забывайте, пожалуйста, подписываться, ставить лайки и комментировать видео, если хотите. Все. Всего хорошего. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok